Радио Болтком Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии, дебаты, споры, анализ В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет Здравствуйте, я Денис Ханов, встречаемся на волнах Радио Болтком Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире вновь, как всегда, по пятницам, программа Культ Просвет И сегодня война в мире, в Европе все еще продолжается И вскоре война эта будет длиться целый месяц За эти несколько недель мы неоднократно беседовали на тему восприятия военных действий, нападения на Украину Ибо известно, что большинство мировых организаций, международных правовых институций признали Путина и его режим агрессорами против независимого свободного государства Такова реальность в мире лжи, лжи, которая продолжается уже на протяжении десятилетий И фейк-ньюс и прочие инструменты, по сути дела, террористического режима привели к тому, что правда, казалось, распалась на кусочке Но все-таки сохранилась и выжила Именно поэтому мы понимаем, что то, что происходит, это нападение на независимое государство режимом агрессора Пытаясь восстановить правду, нам очень важно знать, что она тоже имеет множество образов, лиц Поэтому создается она, как правило, из многоголосия Нету единой правды Есть версии, которые потом складываются в общее гуманитарное пространство И мы видим, насколько отзывчивы являются жители Латвии в помощи беженцам Но сегодня нашу программу я хотел бы посвятить несколько другой теме, которая, конечно же, напрямую связана с войной А именно теме того, как война происходит в сознании человека, в наших головах Ибо мы все являемся так или иначе потребителями содержания СМИ, средств массовой информации Или в цифровом пространстве, или читая газету, или смотря телевидение И мы прекрасно знаем, что эти инструменты также являются инструментами пропаганды Опять же, пропаганда многолика В данном случае режим Путина десятилетиями готовил общество России к тому, что, следуя роману Орвелла «Война – это мир» и так далее, иными словами, подменяя понятие и, по сути дела, насилуя идею правды И сегодня в новостях вы наверняка слышали перед началом нашей беседы о том, что по последним опросам общественного мнения В Российской Федерации 71% населения поддерживают войну, которая запрещена называться войной Ибо Путин говорит о специальной операции «Еще одна ложь» И люди эти испытывают гордость и желание того, чтобы война продолжалась С этой статистикой я вернусь снова в студию для того, чтобы поприветствовать нашу гостю Журналистку американского происхождения Мишель Берди, которая на протяжении 30 лет была и остается более сотрудницей газеты «Москва Таймс» Которая сейчас тоже, к сожалению, преобразилась, изменилась именно в связи с войной и с репрессивным законодательством Российской Федерации в области СМИ Мишель, большое спасибо, что нашли время, у вас совсем нет, наверное, сил для отдыха, а тем более для работы Ибо вы только-только приехали в Латвию и перед началом эфира мы говорили о том, при каких драматических обстоятельствах Вы вынуждены были покинуть Москву, где провели множество десятилетий, начиная с 1978 года Да Еще раз большое спасибо, что сегодня с нами И я хотел бы поговорить с вами, вы действительно являетесь очень ценным свидетелем того, насколько на протяжении последних 30 лет видоизменялся ландшафт российских СМИ И как происходила, по сути дела, потеря независимости средств массовой информации и подчинение ее режиму И очень важно, чтобы, может быть, сегодня мы могли поговорить о динамике этого процесса Уважаемые радиослушатели, вы, конечно же, являетесь неотъемлемой частью нашей сегодняшней беседы Поэтому предлагаю вам участвовать в ней Звоните по телефону прямого эфира 67-21-29-39 и 67-21-39 А также посылайте ваши размышления и комментарии на номер в WhatsApp и SMS 2061-91 Предупреждаю, что наша беседа должна происходить сегодня, уважая мнение другого и не распространяя язык ненависти или вражды Что ж, вернемся к нашей теме Может быть, очень коротко история вашего приезда в Россию, начало вашей работы И каким образом вы стали сотрудницей газеты Moscow Times Может быть, небольшое такое, не знаю, резюме Я приехала, ну, первый раз в 1975 году, просто на три недели Я изучала русский язык и очень хотела стать переводчиком Не очень поняла, что такое переводчик, но я поняла, что я хочу стать переводчиком А русский язык очень сложный И у нас был, я всегда шучу, что если у меня был язык 19 века, потому что я читала Толстого и Тургенева И если я попала там, не знаю, на вечеринку у Волконских, я могла общаться А когда я приехала в Москву и говорила на улице, ты чё? Или, да, вообще, я не могла понять современный русский язык Приехала учиться в 1978 году в институте именно Пушкина И осталась и работала в советской редакции АПН, агентство печатей и новостей Было три редакции, которые нанимали иностранцев Именно работала редактором и стала, как-то вот начинала переводить И, ой, а потом вот это как-то не очень, я не могу объяснить Ну, влюбляешься в культуру, да, вот некоторые там едут в Италию И всё А я влюбилась в русскую культуру Очень много не понимала И всегда это было очень интересно Хотела остаться и докопаться И потом жизнь Это друзья Там дача, поездки Вот всё, что в нашей жизни Это небольшие события Это обычно складывается из маленьких привычек и прелестей И работала Вот в какой-то период, где-то 6 лет я была в Штатах А потом, когда вот в самом начале гласности я стала приезжать как переводчица в основном Сделала вот тоже письменно, последовательно и даже синхронно научилась Или узнала, что я умею синхронно переводить Когда Борис Елтин приехал в Нью-Йорк в 89-м году И я сказала продюсеру телевизионной передачи Что я могу просто сидеть в другой комнате И через наушники слушать его И вам просто рассказывать, о чём идёт речь И надела наушники И просто синхронно это всё переводила Так что спасибо Борису Николаевичу Елтину за... Он открыл ваши неизвестные до сих пор таланты Да, кричитые, да И долго работала в телевизионной журналистике Как репортер и продюсер Значит, просто организатор на самом деле В какой-то период я работала тоже в Москве Но в некоммерческих организациях на программах по коммуникации В основном в Минздраве Это было в 90-е годы и до начала 2000-х Очень такой период доброжелательных отношений А потом работала вот в Moscow Times Переводила вот такой там разными проектами А вот 20 лет в мае этого года Будет 20 лет, как я пишу рубрику про русский язык и культуру И даже в прошлом году я получила награду от Института имени Пушкина За продвижение русского языка, культуры и литературы Поздравляю вас с этой наградой Спасибо Ибо культура все-таки... Очень важно отделить русскую культуру от того, что сейчас происходит в российской политике Это, к сожалению, не удается многим и здесь, в Балтийском регионе По понятным причинам, по причинам травмы истории 20 века По причинам оккупации и множественных депортаций Но так или иначе, культура, музыкальное наследие, художественное наследие Оно, конечно же, создавалось в рамках режима Но во многом было и в оппозиции режиму И буква, и нота могли сопротивляться Мы хорошо помним музыку Шостаковича Которая скрывала и в то же время рассказывала о критике режима Мы хорошо помним русскую диссидентскую литературу Как вам кажется, может ли культурное наследие все еще обладать политическим ресурсом для изменения режима? Ведь советский режим во многом рухнул именно благодаря альтернативной букве, альтернативным текстам Возможно ли сейчас крах режима Путина благодаря интеллектуальной оппозиции, благодаря текстам? Это очень хороший вопрос Я бы отвечала, если можно, немножко с другой стороны Действительно, когда война началась Я сейчас редактор, или была, я не знаю, по культуре И мы перестали освещать культуру Просто потому, что на фоне войны Ну, как бы это невозможно было рассказывать про новую какую-то потрясающую хорошую выставку Это просто показалось, кошунство, это неправильно Но я бы сказала, что последнее время То, что я наблюдала Это был такой бум культурный Не только в Москве, а и в Петербурге А то, что мне очень понравилось Что в маленьких городках В какой-то старом заводе, который разрушался Ребята приходили и сделали креативный кластер Где какой-то ресторанчик, какой-то кафе, какой-то театр и так далее А это, и очень много, это новое поколение художников Новое поколение кураторов, которые не жили в Советском Союзе Которые всю жизнь путешествовали Которые всю жизнь имели доступ к культуре всего мира И тоже очень энергичный, очень интересный подход И было очень много очень интересных выставок Исторических, где откопали какие-то старые работы Или нашли, особенно есть, несколько очень хороших негосударственных музеев В театрах тоже пьесы и представления совершенно другого уровня И я сама не знаю Это было мне очень интересно наблюдать И очень интересно писать об этом И я не знаю, что сейчас будет И вот насколько эти люди не изменятся Это люди, которые, ну, свободно мыслившие Которые всю жизнь открывали для себя художественную свою правду А сейчас вот такой консервативный культурный фон Я вот, я просто сама не знаю Я тоже не знаю, что будет Именно потому что очень много приезжих артистов Конечно, это всё закончится Но я не верю, что можно опять вот этот железный занавес Это просто для меня не... Ну, я не могу представить, как это можно Но, с другой стороны, железный занавес может быть создан и в цифровом пространстве Смотрите, Facebook отключают, блокируют мессенджер, другие какие-то каналы и так далее Уничтожили эхо Москвы, уничтожили так, что и следов не осталось То есть, таким образом, этот занавес, он тоже может быть и, скажем, технологически Не обязательно создавать там какие-то километры-километры контролируемой границы Или там пропускные какие-то коридоры Просто-напросто могут закрыть доступ к информационному пространству В этой связи, я думаю, что нам было бы важно узнать от вас, как бы, из первых рук Некоторую такую динамику гибели свободных СМИ в России Ну, условно говоря, начнем с 2000 года, это символический, как бы, водораздел, да Путин приходит к власти и постепенно-постепенно начинает Телевидение Да, каковы были первые шаги Да, это, как я помню, это было НТВ, это было вот телевидение Потому что это самое мощное И сейчас, когда я рассматриваю, не знаю, вот есть такой вот образ Но у нас такой образ, что ты кладешь лягушек в кастрюли с холодной водой И потихонечку начинаешь согревать И поскольку, если это горячая вода, вот тут же выпрыгиваешь А когда постепенно... Не замечаешь Не замечаешь, и потом бац И вот это последние 20 лет, я бы сказала Что сначала даже мне вот сейчас неудобно и даже как-то стыдно Как я говорю, я пишу рубрику про русский язык И, по-моему, в 2002 году или, может быть, в 2003, не помню Был закон о демонстрациях И это был первый закон, который уже сузило пространство для демонстрации И я писала шутливую рубрику по этому поводу Я писала сначала, я давала цитату из закона Типа того, что, я не знаю, встречи или собрание не может находиться от 200 метров от болниц А потом я переводила буквально А потом я шутливо сказала, что это значит, ребята, только в лесу А сейчас мне ужасно, ну просто стыдно, что я шутила Потому что я тоже не понимала, насколько это уже был первый шаг Это было, ну как-то, ну даже я не знаю, как я вот сейчас Когда я смотрю, это кажется, что это так ясно, что происходило А всё это как-то постепенно, всё очень постепенно И именно вот это, это 31-я статья Конституции Вот возможность собраться И мои друзья, в основном это было и старые диссиденты И молодёжь стали каждые 31-я попытаться встречаться на Майковском Площаде Малаковского И выгоняли Но тоже это было без жёсткости И один у меня приятель, который ходил и ходил Тоже как-то старый диссидент Был в 17-м году, когда был демонстрации Навальный, по-моему, позвал И он пришёл просто посмотреть И облов был И молодой ОМОНовец, по-моему, подходил И вот забрал его и сказал очень тихо Пойдёмте, отец Ну, такой вежливый, да И когда подошли к автозакам Он сказал, сейчас я сделаю вид, что я там проверяю вас И всё как-то, вот очень как-то мягко это всё сделал Там тоже он отошёл уже У полицейских отошёл И какой-то, тоже я не знаю, офицер там подошёл И сказал, вы понимаете, ничего личного Тоже не очень ожидаешь Так что вот в такой период Вот мне показалось, что да С одной стороны Вот давление И вот сузали пространство для несогласия А с другой стороны, это видно Ну, полицейские тоже у них Они тоже не любят коррупцию Они тоже хотят, чтобы жена могла Пойти на улицу и убрали снег вовремя И так далее И это было как Навальный Его против коррупции имела резонанс Очень сильный резонанс И мне показалось, что вот есть какое-то равновесие И возможность А потом нет А потом всё ещё Как вы объясните это ужесточение политики Внутренним кризисом власти Если у этого диктатора Как бы есть инструмент телевидения Как бы цифровые технологии Даже российская эстрада служит ему Как бы поп-культура И так далее, и так далее Индустрия кино Вся советская ностальгия То есть он задействовал все инструменты Которые эмоционально действуют На, скажем, коллективную память То как можно объяснить Ужесточение вот подобного Как бы все его речи Которые касаются, допустим, европейских ценностей И так далее С чем всё это связано? С его внутренней неуверенностью? Боязнью? Чего бояться? И опять мы возвращаемся к теме Можно ли текст бояться? Я всегда вот говорю, что Потому что они знают, что они делали Мы до конца не знаем Мы предполагаем, сколько они украли Да? Но они-то знают Они знают именно вот каждый шаг И всё, что они сделали И вот частично я считаю Что есть вот эта боязнь А последнее время И вот другое, как я понимаю Это всегда очень смешно Когда я рассказываю Как в советской... Даже при советской власти Да, теперь брежневские времена Кажется совсем бархатными Были Вот в каждом министерстве Были экспертные группы И когда правительство Принимало какое-то решение Каждое министерство Они сделали экспертизы А потом они все Вот там Центральный комитет Это всё принесли И изучали Как я понимаю Вот за последние 20 лет Этого тоже как-то исчезало А сейчас Министерство иностранных дел Это уже не Министерство иностранных дел Они просто выполняют Вот заказы И приказы И это Силовики Которые просто брали И Вот Не знаю Тоже может быть Психология такая Что Нужно Вот Контроль Вот Я очень много лет знаю Женю Албать И она всегда говорит Что КГБ И ФСБ Это Контроль фрикс Они Самое главное Контролировать Всё Они не любят Чтобы кто-то мог Там что-то делать Может быть Это тоже Вот такая Психология А если мы говорим О психологии Как бы не с точки зрения Науки Или дисциплины А с точки зрения Допустим Культурных процессов Юрий Лотман Много десятилетий назад Мне кажется Ещё в конце 70-х Писал о том Что Российская культура Она бинарна Что она в принципе Состоит из таких Резких И чётко очерченных Оппозиций То есть Например Либо победа Либо катастрофа Либо герой Либо злодей Или демон И нету Какого-то третьего Пространства Для договора Для Для общественного договора Условно говоря Если мы говорим Марусо Или для компромисса Или для какого-то Постепенного развития Где учитывалась бы Другая сторона И не действует ли Путинский режим Как раз Вот в этих Категориях Бинарных оппозиций Как вам кажется Вы долгие десятилетия Анализируете Русскую культуру Что бы вы сказали Ну я думаю Что частично Это правда И даже Вот может быть Шутливо Но когда Домовые чаты Появились Там нет Пространства Для Согласия Это или победить Или проиграть Когда Вот есть Какое-то голосование Даже Свет там Не знаю Какой Покрасит В прихожей Это Это действительно Правда Вот Другое Что есть Я Как-то думала Об этом Вот последние Дни Я Все-таки Ну я Очень обрусевшая Но все-таки Американские корни И Американцы Мы Не чувствуют Себя Жертвами Вот Если что Это До противного Что Какие-то Победители Что мы Можем Мы умеем А есть Вот это Понятие Жертвенность Который Вот еще И Вот Сейчас Это До безумия Когда Вот Бомбят Уничтожают А мне Говорят Ну почему Байден Не оставляет Нас В покое Почему Весь Мир Там Хочет Атаковать Нас Российскому Обществу Сейчас Предлагается Или Навязывается Модель Того Что Россияне Окружены Врагами Основной Враг Это Америка И В принципе И НАТО Ну как бы Продолжение Америки Европа В путинской Пропаганде Считается Чем-то Таким Совсем Загнившим Западом И Получается Что Эта Модель В принципе Подразумевает Образ Жертвы А Жертва По определению Не может Быть Виновной В чем-то Тем самым Получается Что Украинская Трагедия Нападение На Общество И Страну Его Как бы Нет Потому Что Это Вне Логики Его Восприятия Это Я тоже Как Американка Ты Привыкаешь Ну Поскольку Такая Большая Мощная Страна И Которая Делала Очень Много И Хорошего И Очень Много Плохого В мире И Ты Очень Как Представитель Вот Яркой Страны И Я За свою Жизнь Столько Раз Приходили Ко Делали Но Для Для Нас Для Них Мы Что То Ужасное И Я Привыкла К Этому И Я Тоже Привыкла Сказать Вы Знаете Да Вот То Что Мы Здесь Сделали Это Было Ужасно Я Не Голосовала За Этого Человека Я Питаюсь Поддерживать Другого Человека Чтобы Этого Не Повторилось У Нас Есть Такие Проблемы Это Мне Не Сложно Принимать Вину Мне Не Сложно Это Не Значит Что Я Не Люблю Свою Страну И Не Вижу Хорошее Но Я Могу Тоже Согласиться На На Вот На Вину Ужасно Вы Можете Принять То Что Ваше Общество Американское Общество И Скажем И Политика Ответственны За Какие Негативные Процессы Как я Вижу Последнее Время Это Сложнее В России Это Сложнее Это Не Мы Делали Не Мы Чем Это Объяснить Все Теми Ж Корнями В Прошлом Вот В Этих Бинарных Момент То есть Мы Либо Герои Либо Мне кажется Что Хотя Было В 90-х Конце 80-х Я помню Когда Мы Снимали Первые Свободные Выборы И Все Ходили И Были Миллион Кандидатов На Селская Какая-то Местность И так Далее И Все Очень Гордились И Участвовали И Была Будка Гласности И Все Как-то Участвовали В этом А потом Тоже Во-первых Это Требует Внимания Это Требует Времени Это Как-то Непросто И Вот Тоже Вот Пример Из Моего Родного Города Там Хотели Построить Казино Имеют Право Там Если Все Голосуют Вот Там Маленький Казино На Реке И Почти 15 Лет Это Все Обсуждалось И Те Которые Были Против Требовали Что Это Было Давайте Мы Сейчас Делаем Заказываем Экспертизу Что Будет С Рекой А Потом Еще Что То И Еще Что То И Давайте Пятый Тоже Именно Вот Это Компромисс И Это Все Как-то Часть Американской Жизни Это Не Вошло Вот В Русскую Жизнь Это Иногда Вот Есть Ростки Их Выкорчевывают Вот Петиции Там Подписывают Нет Они Если Построят Что-то Но Частично Это Не Росло На Мой Взгляд Потому Потому Коррупции Потому Что Когда Что-то Против Закона А все Равно Строят И Ты Делаешь Все По Буквам Законы И так Далее А все Равно Построят Совершенно Тогда Ну Зачем Мне Вот Постараться Так Что Частично Вот Это Вот Вот Это Понятие Что Мы Можем Участвовать Мы Можем Строить Это Зависит От Нас Это Будет Наш Провал Если Это Не Получится Это Очень Ред Это Не Приживалось Именно Потому Что Это Это Ровная Битва Один Из Инструментов Как Можно Ограничить Свободу Человека Это Страх Распространение Страха В разных Сферах Жизни Так Чтобы Он Растекался Прям По Улицам А Вы Чувствовали За последние Годы Что Ваши Российские Коллеги Или Друзья Знакомые Начинали Пропитываться Этим Страхом Только Если Очень Активно Как-то Политически В основном По-моему Нет И даже Это Очень Резко Это Последнее Время Когда Вдруг Это Чуть ли не С начала Войны Что Вдруг Эти Уроки Как Это Все Преподнести И так Далее До Этого Я Как-то Не Видела Не Особенно Чувствовала Мне Кажется Вот То Что Вот Для Меня Вот Есть Какая-то Загадка Вот Потому Что Все Понимают Коррупцию Все Понимают Что Врут Что Инфляция Последнее Время Не Было 8 Процентов Это Было 25 Процентов Все Понимают Что Все Жалуются Постоянно Маленькую Зарплату Жалуются Потому Что Мы Платим Управляющей Компании За ремонтом И за Уборкой И Они Ничего Не Делают И Мы Понимаем Кто-то Крешует Их И так Далее Все Это Все Знают А Когда Вот Война Началась И Вот Эта Пропаганда Против Запада Вот Вдруг Как-то Не Врут И Вот Этот Момент Я не Могу Понять Вот Это Значит Желание Вот Это Значит Желание Опять Вот Для меня Как Американка Это Не Сложно Сказать Ну Если Вы Меня Спрашиваете По Трампу Я могу Очень Много Плохого Ужасного Рассказывать Долго И Просто Рыдать От От Злости Что Вот Такое Может Быть А И При Этим Быть Как-то Нормальной Американкой Это Как Вот Ну Для Нас Это Считается Нормально Вы Будете Предательницей Родины Если Позволите Себе Критиковать Предыдущего Президента За его По вашему Мнению Ошибки Или Нынешнего Президента Да Это А Вот Здесь Вот Это Желание Верить Что Мы Хорошие И Все Астаны Очень Плохие Вот Это Вот Не Очень Понимаю Для Возможности Создать Некоторые Визии Будущего Я вот Скажу Несмотря На то Что Все Мрачного И ужасного Которое Я рассказывала С другой стороны Особенно С молодежью В редакции Я в последнее Время Говорю Одно Я уже Видела Это кино Ребята Я видела Это кино Как Вот Так В 91 Году Когда Никто Не ожидал Что Такого Возможно За три дня Все Все И поэтому Я не знаю Когда Но Я тоже Думаю Что Есть Момент Когда Тоже За три дня Но Но Если Когда Это Случилось Тогда Мир Был Хотя Это Как-то Вот В России Всегда Забывали Потому что Говорили Даже Медведев Говорил Что Запад Не поднимал Ни палец Нам помочь Это По-моему 60 миллиардов Весь мир Давало Тогда России И Было Желание Помочь Это Было Давайте Будем Может быть Не было Вот Частично Это было Как-то Не очень Уместно Может Может Быть Это Было Сделано Не так Может Быть Очень Много Ошибок И так Далее Но Доброжелательность И желание И тоже Когда Вот Говорят Про НАТО Не осталось Ни одного Танка В какой-то Период В Европе Потому Что И Россия Участвовала Вот В совершении НАТО И так Далее И Ну Вот Вот Такое Вот Вера Что Вот Новая Жизнь Начиналась И И так Далее Если Вот Здесь Вот И уверена Что это Будет Что Это Все Потому Что Не может Продержаться Просто Не Может Это Все Закончится Мир Очень Зол На Вот Россию И Не доверяет И Это Будет Долгий Мучительный Путь Возвращения России В Европейское И в Мировое Сообщество Что ж Будем Ожидать Этих Трех Дней Они Нам Всем Очень Нужны И Прежде Всего Нужны Российскому Обществу Уважаемая Мишель Большое Спасибо За то Что Вы Сегодня Были В студии Это Была Обеспечения Технического Эфира Спасибо Вам Уважаемые Радиослушатели За ваше Внимание Мишель Берди Была Сегодня У нас В гостях Журналистка Газеты Moscow Times Исследовательница Русской Культуры Которая Прожила В России Очень Очень Долго И Как она Сообщила Уже Видела Это Кино Спасибо Большое И до Следующей Недели До